Девушки отдыхают Дачу считаете тоже работой? Да, это не отдых, это каторга А зачем тогда? Я думал, это в удовольствие люди делают Ну, картошку-то можно в магазине купить Ну, извините меня, семейные обязанности никто не отменял А, это обязанности, которые кто-то возложил на тебя и назвал их семейные, и все А потому их с тебя стряхнуть нельзя Ну, кроме того, это, наверное, еще и традиция, которая задает какой-то темп этого года Ну, любого другого года Ну, вот, если пора через «не хочу» ехать на дачу, значит уже... То надо не ехать, если через «не хочу» А мы будем через «хочу» слушать про 1 мая Расскажите нам, откуда есть «пошел» праздник-то этот международный Да-да, именно об этом я хотел сегодня поговорить Действительно, это очень интересная история Я ее слышал очень давно Про то, почему именно 1 мая отмечают, почему этот день был выделен Вся история начинается с событий, скажем так Ну, чтобы их понять полностью, события в Чикаго Надо понять, что к этому времени уже рабочее движение было довольно большое И оно началось, как ни странно, с Австралии Вот, именно там рабочие впервые в 1856 году смогли добиться Восьмичасового рабочего дня Это был самый главный лозунг И вот интересно, что они добились 21 апреля Было принято решение о том, что вот восьмичасовой рабочий день вводится И самое интересное, что они отмечают день труда как раз 21 апреля Вот, так вот, основную, безусловно, роль начали играть профсоюзы Британская вот эта вот культура трэд-юнионов, профессиональных союзов Она стала играть очень серьезную роль И это стало таким даже серьезным политическим фактором Почему? Потому что вдруг, ну, все-таки, во-первых, объем рабочих в городах Расти очень стал сильно А, во-вторых, эти люди ведь не просто боролись за права рабочих Они превратились в электоральный фактор То есть, проще говоря, значит, каждый, кто шел на выборы в демократии Должен был понимать, что эти люди сегодня, значит, выходят на улицы В связи со своим восьмичасовым рабочим днем А на следующих выборах они придут голосовать Вот, и это, потому что все уже меняется ситуация Уже, значит, выборная система касается не только богатых людей Но и, значит, небогатых людей Она касается практически всех Выборная система становится все более расширенной Уже все большее количество людей начинает участвовать в выборах Ну, если они начинают играть довольно серьезный фактор И надо это всегда участвовать И поэтому после всяких там протестов в Чикаго Ну, в смысле, в штате Иллинойс, по сути своей Вот губернатор штата Иллинойс в 1867 году принимает решение о том Что надо вводить на территории штата Иллинойс восьмичасовой рабочий день Это его такая была игра, понятно, предвыборная Вот, и в конечном итоге, придя к власти, он вводит этот восьмичасовой рабочий день На что промышленники, владельцы фабрик и заводов Принимают решение о том, что они Как только человек приходит устраиваться Он подписывает некий договор В котором ему указывается, что Никакого восьмичасового рабочего дня Рабочий день будет длиться 11-12 часов Как это традиционно, собственно говоря, было Вот, ну и в связи с этим Профсоюзное движение, которое с трудом добилось Законодательного утверждения восьмичасового рабочего дня Начинает выводить людей на забастовки Понятно, ответ на это На эти вот самые забастовки Самые распространенные Это увольнение тех самых рабочих Или вообще непринятие Первым делом человеку задают вопрос Состоящий ли ты в профсоюзах? Если человек говорит, да, я состоящий в профсоюзах Все, его не принимают на работу на завод Потому что это основа нестабильности Его, собственно говоря Это закончится плохо для работодателей Поэтому вот такое вот жесткое наступление на профсоюз Но тем не менее 1 января 1886 года Как раз тот самый год Когда все началось Вот 1 января Выходит огромная масса рабочих По всему США Во всех концах В основном их выводят анархисты Они тогда были очень-очень политически популярны Потому что в основе них лежала система Корпоративного сосуществования И отказа от Такой вертикальной системы власти В основном корпорирования И договоры Все должно держаться на корпорациях и договорах Вот Так вот они выводят Огромную массу забастовщиков В том числе Довольно большая группа забастовщиков Выходит в Чикаго Ответом на это послужило то Что значит На одном из заводов А в частности На заводе Жатвенных машин Значит В Чикаго Уволили полторы тысячи рабочих Которые как раз участвовали В этой самой демонстрации Потому что они своим участием Показали что они связаны С анархистскими профсоюзами Значит 3 мая После вот этого самого увольнения рабочих Анархисты Решают блокировать этот завод Жатвенных машин Дело в том Что Уволив рабочих Владелец завода Набирает Шрейкбрехеров Которые собственно говоря И работают на заводе Анархисты приводят к заводу Не только рабочих этого завода Но и других Они собственно говоря его окружают И ждут шрейкбрехеров А шрейкбрехеры это что такое? Это люди которые готовы Занять места уволенных рабочих И при этом они Значит Однозначно знают Что вот именно И они На эти места Занимают После увольнения рабочих За какие-то проступки Вот Ну проще говоря Это люди которые займут Это место И Таких людей было достаточно много И плюс они еще должны понимать Что Им придется столкнуться С Этими самыми рабочими Они будут недовольны Что их места Занят Потому что они Срывают забастовку Ну кстати У меня-то был вопрос Они в один день Уволили полторы тысячи человек Неужели так легко Заместить Полторы тысячи сотрудников Ну В наших реалиях Это невозможно Кажется Невозможно найти Колифицированных рабочих В таком количестве Единомоментно Когда Профсоюзы создали Вот это Забастовочное Мощное движение Чтобы воздействовать На промышленников Параллельно с ними Промышленники Искали способы Сопрофилироваться Этиму Одно из них Это как раз Появление таких услуг Как Быстрый набор Штрейбехеров Существовала целая Структура Такая финансовая Ну Коммерческая Которая набирала Молниеносно Штрейбехер Тем более Что этого было Несложно сделать Они быстро Смогли набрать Это такое Время передержки Эти люди Временно работали Это не на постоянную работу То есть Чтобы Предпромышленник Мог набрать Других людей Такая услуга Потому что Этим занимались Кстати И мафиози Вот этим вот Набором Штрейбехеров Этим занимались Значит Даже охранные фирмы Которых тоже нанимали То есть Анти Забастовочное движение В США Тоже было Очень мощно Очень хорошо разработано И финансово поддерживалось И так Довольно быстро Удалось набрать Полторы тысячи человек И быстренько Их завести И вот Анархисты Привели Людей Которые окружили Завод И ждали Штрейбехера И ждали О них Понятно Для чего Чтобы Бить Вот Чтобы Побить Вот этих Штрейбехеров И Вот этот Владелец завода Позвал полицейских Чтобы они охраняли Вот этих вот Штрейбехеров Вот И когда Значит Штрейбехеры Стали выходить Полицейские Стали дубинками Разгонять Вот этих вот Забастующих Рабочих Анархистов Дубинками Стали разгонять И вот тут случилось Пожалуй Самое важное Для понимания Что такое Первое Начальник полиции Чикаго Отдал приказ В случае Если рабочие Вот эти вот Уволенные Не будут расходиться Стрелять на поражение И реально Они Чтобы разогнать Толпу Стали Стрелять Из пистолетов В вот этих Самых рабочих Потому что Рабочие После того Как палками Начали гонять Они просто Стали бросать В них камни Нет-нет-нет Рано Эта Картинка Еще рано Они начали бросать Камни В полицейских Ну и началась Стрельба Собственно говоря Были убиты Четыре Рабочих Четверо рабочих Были убиты И Собственно говоря Удалось разогнать Штрельбехеры Вышли И вот Тут Произошло Довольно Ну скажем так Такое Важное действие Потому что Здесь Значит Эти самые Вот эти Анархисты Которые Все организовали Они собрались Вместе И приняли решение Что надо Что-то срочное Делать Вот они Приняли решение О том Что надо Провести Четвертого Мая На Площади Хаймаркет Такое Митинг Митинг Которым Был бы сообщить Всем рабочим Что произошло Чтобы к нему Привлеклись СМИ Внимание И тому подобное И вообще Рассказать про это Бесчинство полиции Что полиция Убила рабочих Которые Практически Занимались Они боролись За свои Собственные Рабочие места И рассказывали бы Про вот этих Промышленников И тому подобное Вот И Ночью Они стали Печатать листовки И одна из листовок Довольно большого Тиража Она Заканчивалась Словом К оружию То есть Такая Радикальная Буквально Чуть ли не террористическая Такая листовка К оружию Правда Автор этой Листовки Спис Он все-таки Так напугался И большую часть Тиража Уничтожил Хотя часть Листовок Все-таки Дошла До этого Митинга Вот И Действительно 4 мая Произошел Вот этот Самый Митинг Он Оказался Немногочислен Но Тем не менее Там Туда пришло От тысячи До двух Тысяч Человек И вот Они выступали И Видите Делся почти Весь день Но в 10 часов Вечера Пошел Сильнейший Дождь Очень сильный Дождь И в основном Люди Стали расходиться Туда пришли Значит Были пригнаны 200 полицейских Туда пришел Мэр города Значит Выступающие Сменяли Один за другим И вот Один из выступающих Когда Говорил Ну там По разной Есть две версии Они и в суде Эти две версии Высказывались Что когда он Говорил Произошло Это событие Или когда Он Значит Уже Вот только Заканчивал Выходить И спускался С этой самой Трибуны Вот И Проще говоря Когда это Произошло Значит Кто-то Когда уже Практически Сказали Что даже Рабочих На площади Осталось Всего Меньше Чем Полицейских То есть Меньше 200 человек Остальные разошлись Из сильного Дождя Кто-то Из толпы Швырнул В полицейских Бомбу Вот как раз Вот эта Гравюра Которую вы Показываете Известная Газетная Гравюра Вот метнул Вот этот Выступающий И вот Кто-то Бросает В полицейских Бомбу Прямо И сразу Несколько Ну там Один погиб Ну остальные Атран там Погибли Ну в общем Несколько человек Сразу погибли Полицейских И началась Перестрелка Ну тут Сразу Надо понимать Очень многие Из профсоюзных Деятелей Таскали с собой Всегда оружие Стрелковое Это была традиция Почему Потому что Так как Использовали Промышленники Мафиози То очень часто Были нападения Прямо на улице Профсоюзных Деятелей И вот Профсоюзные Деятели Выхватили Свои пистолеты Начали стрелять В полицейских Полицейские Начали стрелять В этих самых Профсоюзных Деятелей Значит И собственно Говоря Этим И дальше Все разбежались Собственно Говоря Несколько человек Погибших Так со стороны Рабочих Так и со стороны Полицейских А 5 числа Полиция Начала срочно Арестовывать Всех Людей Которые связаны Были с этим Митингом И безусловно Схватило всех Организаторов Это были 8 анархистов Как раз Именно организаторов Большая часть Из них Уже в это время На площади Не присутствовала Они ушли Из-за сильного Дождя Но тем не менее Их всех схватили Нет этого человека Попозже Но с этим Вот Да Вот этот Вот Эти 8 человек Которые были Арестованы И которым Предъявили Обвинение Их Значит Их Обвиняли Именно в том Что Они не просто Организовали Но еще и бросили бомбу Появились какие-то Свидетели Которые На них Прямо показывали В конечном итоге Суд принял решение Прямо на восьмерых Показывали Что они восьмером Одну бомбу кидали Что они организовали Что это было Специально сделано Для того Чтобы метнуть Бомбу полицейских И убить полицейских И тому подобное То есть Скажем так Там кто-то Часть организовывали Но в конечном итоге Суд в Чикаго Принял решение О том Что Семеро Из этих людей Должны быть Казиными То есть Повешены Одного Все-таки Они посчитали Недостаточным Ему 15 лет Каторги Вручили Значит Два человека Подали Тут же На помилование Значит Пятеро Отказались Подавать На помилование Вот Значит Двое Подали на помилование И их помиловали Им дали Вот как раз Тоже по 15 лет Из-за того Что они Как бы Мы полностью Признаем Мы Попросим Тем более Что общественное Менение Стало Раскалываться Потому что Очень многие Из этих Анархистов Принимали Этот суд Как Такую Трибуну Использовали Рассказывая О Значит Всем Происходящем И В конечном Итоге Общественность Она была Как бы С двух сторон Она Поделилась Все же Ожидали Что будут Мыселями Поддерживать Там ведь Еще одна Очень важная Проблема Из этих Восьми Анархистов А это были В основном Анархисты Значит Профсоюзные Детели Анархисты Так вот Из этих Восьми Анархистов Шестеро Были Немцы Этнические Немцы Это тоже Обратило Особое Внимание Вот эта Этническая Разделенность Чикаго В основном Скажем так Рассматривала Что это Какие-то Там немцы Приехавшие Вот они Принесли Вот эту Красную Угрозу Вот с ними Разбираться И на это И рассчитывала Собственно Глава Власть Вот Один из Значит Вот этих Вот Приговоренных Получается У нас Остались Пять человек Вот из этих Пяти Приговоренных Самый Молодой Луис Линг Вот как раз Молодой человек Которого Там Показали Первым Так вот Луис Линг Значит Он Прямо В камере Значит Накануне Вынесения Смертной Казни Он Да Вот этот Он совершил Самоубийство То есть Все Теперь осталось Их четверо Приговоренных К смерти И Вот эти четверо Были повешены Собственно Говоря Наибольший Интерес Представляет Ну вот Мне показалось Что обязательно Об этом Надо рассказать Это представляет Два человека Ну в смысле Повешен Это был один из них Это семейная пара Очень известных Анархистов И очень известных Профессионных деятелей Это Альберт Парсон И Люси Парсон Что это Такое За люди Дело в том Что Парсон Был очень Таким Видным Движей Вот да Это он Как раз Вы до этого Портрет его жены Люси Парсон Показывали Дело в том Что Арестовали Они как раз Вели Вот эти Вот третьего числа Они вели Кстати Вот эту Самую колонну Идущую К Значит К этому Заводу Ужаткиных машин Они как раз Их привели Собственно говоря Так вот Парсон Арестовали И он был Один из казненных Но очень интересна Сама история Жизни Парсона Парсон Был солдатом Конфедерации Во время войны Севера с Югом Его брат Был полковником Конферативно Очень известным Значит Полковником Парсоном И То есть Это были южане Такие южане Очень Такие Землевладельцы Расисты И тому подобное И вот Парсон Вот Как раз Альберт Парсон Он В конечном итоге Отказался от Российских Своих взглядов И переехал Да И женился На девушке Значит Другим цветом кожи Вот Она По Значит По документам Мексикана Индийка Вот Так вот Он женился На Девушке С другим цветом кожи И Потому что Их начал Преследовать Куклу Склан Они уехали На север Как раз Чикаго Вот И Там он стал Активным Профсоюзным деятелем Активным Анархистом Ну и Вот Собственно говоря Большую роль В реабилитации Этих людей Как раз Сыграла Вот эта Женщина Люси Люси Парсон Она Стала Требовать Разобраться Что ее муж Не виновен Что ее муж Ушел Что ее не играл Никогда Никакой роли Что бомбу Никто не готовил Что у них была Просто мирная Акция И тому подобное Что Ну и в конечном итоге Следующий губернатор Значит Иллинойса Штата Иллинойс Он Потребовал Очень подробнейшего Расследования Этого дела И действительно Полиция Стала проводить Это расследование И Выявила Что практически Никто Из этих Восьми человек Не мог Принять участие В создании бомбы И не мог Организовать Эту бомбу И В 1893 году Этот Губернатор Иллинойса Помиловал Оставшихся В живых Трех Вот этих Анархистов Из этих Восьми Которые Значит Вот Он их Помиловал А Значит Тех остальных Помиловал Посмертно Ну проще говоря Было признано Что они абсолютно Невиновны Что промилование Связано Именно с тем Что невиновны Что скорее всего Действовал какой-то Провокатор И потом Это расследование Еще выяснило Что провокатор Скорее всего Был полицейским Почему Дело в том Что Полицейским Нужно было Обоснование Почему не Убили Четырех Человека Возле Завода Жатвенных Машин И похоже Именно кто-то Из полицейских Подготовил Бомбу Чтобы доказать Что это Анархисты Террористы Что их Надо обязательно Привлечь Что это Скорее всего Они готовили Такую же Точную бомбу Возле Жатвенных Машин Именно только Активные Радикальные Действия Полиции То есть Проще говоря Они Делали Основание Для Того Чтобы Действия Полиции Возле Завода Жатвенных Машин Было Признано Законным Вот что Это было Ну и да В конечном итоге Начальник полиции Который Был На Расстрел Был Потом Буквально Через несколько лет Осужден За Коррупцию Значит Привлечен К уголовной Ответственности Это Вот Само Повешение Четырех Человек Признания Невиновными И вот Люси Парсон Она как раз Распространяла Очень информацию По этому поводу Очень активно Сотрудничала С губернатором Кстати Губернатор Она кстати Выступила Очень с интересной Речью И сказала Что губернатор Вообще-то Совершил Политическое Самоубийство Когда он Полностью Вот это Расследование Потребовал И провел Да Дальше Никто не выбирал Он такой Политическим Астракизм Потому что Большая часть Все-таки Поддерживала Антианархических Движений Но тем не менее Она жутко Благодарна Губернатору И в конечном итоге Очень многие Поняли Что В Америке Хотели сделать Борьбу С повешением Четырех Анархистов И на суде Доказать Что анархисты Это зло Но в конечном Они привели Итоги К тому Что привело К всплеску Анархического Движения И очень мощному Развитию Анархического Движения В том числе И во всем мире Потому что Второй интернационал Именно Вот это Факт Повешения И все эти события Начинающие С 1 мая С этой забастовки 1 мая Объявили Днем Интернационала Рабочих Второй интернационал Объявил Днем Интернационала Рабочих То есть Солидарности Рабочих Кстати В СССР Этот праздник Официально Стал праздноваться С 1517 года Ну вернее С 1818 года 1 мая 18 года Он уже был Официально Объявлен Он объявлялся Именно праздником Солидарности Рабочих Именно праздником Солидарности Он так и назывался Праздник Солидарности Рабочих И только С 1972 года Он был объявлен Праздником Труда Вот Почему Потому что В очень многих Странах Он празднуется Как именно Праздник Труда В принципе На сегодняшний момент Где-то В 100 Почти В 120 Странах Отмечается 1 мая Как праздник Труда А где-то 8 стран Не признают Этот праздник А отсутствует У них Значит Ну Может быть Еще из таких Очень важных Фактов В Германии Только с приходом Гитлера к власти Этот праздник Был введен Официально Как праздник Труда При Гитлере То есть Гитлер в 1933 году Ввел этот праздник Официально И он Кстати Самое интересное До сих пор Существует В Германии И когда В 1945 году Значит Германию Освободили От фашизма Значит Специальная комиссия Союзническая Приняла решение Что сохранить Этот праздник Единственный Наверное Из Значит Праздников Которые ввел Гитлер Был сохранен И он сохраняется До сих пор Как По Труда Вот Собственно говоря Такая Кратенькая История По поводу Первого Спасибо за историю История Из США Конечно Опять возвращает Меня к мыслям О смертной казни Которую требуют Везти в Россию И сразу Начинаю думать О том Сколько еще Невинных Могут Быть казнены Ошибочно Если вдруг Это будет сделано И сколько Их уже было Казнено Когда Смертная казнь Считалась Допустимой Во всем мире В некоторых странах До сих пор Считается Допустимой До сих пор Гибнут Невинные Да Вот Тоже нужно Про это Помнить Всегда А я Вот про что Думаю В какой-то момент Профсоюзы И мне кажется В России Тоже были Силой Силой Которую боялись Силой Которую уважали Можете ли В двух словах Сказать Как В России Профсоюзы Прошли Путь От Силы Которую уважают К Одной такой Институции Власти Которая Поддерживает Просто Ну Является Трибуной Для выступления Ну Например Какого-нибудь Там Губернатора Но Это Большая Заслуга Большевиков Они Практически Девальвировали Ведь в Германии Это ведь Почему Гитлер Вел Первое мая Он же ведь Тоже практически Превратил Профсоюзы В такое В Скажем так Государственную Часть государственной Структуры Практически Подавить Всех Независимых Всех Их выдавить Пересажать И тому подобное Вот С конструкцией Значит Вы Враги Рабочего движения А не Часть Рабочего движения То есть Проще говоря Одним из основных Условий При которых Профсоюзы Могут существовать Это свобода слова Это свобода ассоциаций То есть Проще говоря Те самые Свободы Которые Очень важны Являются частью Концепции Прав человека А если Они исчезают И если Государство Практически Превращается Либо в автоталитарное Либо в автоталитарное То профсоюзы Начинают исчезать На их место Возникают Вот эти Пересажали Всех Кто хоть как-то Борется за права Рабочих Возникают Вот эти Профсоюзы Которые Значит Действуют в союзе С государством Как основным работодателем Ну и вот у нас Практически Это схема В 90-е годы Профсоюзы Свободные Стали возвращаться Я очень много Общался С профсоюзами Например Полицейских Очень неплохие Были профсоюзы Ребята Которые бились За всякие Выплаты Полицейским И тому подобное Вот Были очень неплохие Рабочие Профсоюзы Но сейчас Опять Как только В автоталитаризм Заваливаемся Профсоюзы Начинают Тут же Значит Повращаться В часть Государственной Машины Ну а На сегодняшний день В России Я считаю Что это такая Вот сложившаяся Советская традиция Что профсоюзы Это часть Государственной Машины Вот Ну и Перспективы Видимо Такие Что В конечном итоге Все-таки Профсоюзы Станут Независимыми Это однозначно Хорошую перспективу Нам нарисовал Игорь Если перспективу Мы уже Тут Что профсоюзы Станут Независимыми А Это перспектива Это мечты Какая же Перспектива Это мечты Спасибо большое Игорь Валентинович За то Что удалось С вами Немного Помечтать Разобраться Что же Мы сегодня Отмечаем Или не Отмечаем Благодарим И ждем вас Завтра Спасибо До свидания Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...